«Любоначалия, змея сокрытой сей, и празднословие не дашь души моей», – писал Пушкин. Перекладывая на стихи молитвы Ефрема Сирина, «Любоначалия, змея сокрытая», – это желание командовать, любовь к начальствованию, «хочу командовать», в сказке о рыбаке и злой рыбке, значит, старуха – это одержимое «Любоначалием», это одна из ветвей гордости, «хочу командовать», «Любоначалия не дашь мне», «я и не люблю командовать», – скажете вы, а я вам верю, вы же хорошие, но иногда не верю, вы же грешники все равно. И как проверить, есть у меня «Любоначалия» или нету? Очень легко бывает проверить, значит, человек, который любит учить кого-то, когда его не просят об этом, человек, вмешивающийся в чужие дела на основании того, что он якобы знает лучше, человек, подсказывающий, дающий советы тем, кто его об этом не просил – это чистый пример одержимости «Любоначалием». Например, когда теща говорит зятю, как жить на свете, значит, она же лучше знает, она же мама, а зять говорит, «мама, оставь нас в покое, мы сами разберемся». Он говорит, что вы там разберетесь, ничего не знаете, я же все знаю, а вы ничего не знаете, это чисто «Любоначалием». Когда кто-нибудь, два человека стоит разговаривать, решает какую-то проблему, а третий подходит к ним, слушает их, он говорит, «эй, нет, это все не так, слушайте, я сейчас скажу, как это надо делать». Это чисто «Любоначалием». Когда ты учишь кого-то, а тебя не просят об этом, тебя вообще просят, говорят, «слушай, исчезни». А он продолжает тебе рассказывать, тогда мы имеем дело с чистым «Любоначалием». Если вы любите вмешиваться в чужие дела, рассуждать и сплетничать о чужих занятиях, размышлять о том, как нужно было ему поступить, если бы я был на его месте, я бы сделал вот так-то и так-то и так-то. Когда вы учите тех, кто вам не подчинен, тогда вы просто проявляете в гнездящуюся, угнездившуюся и укоренившуюся у вас страсть командовать «Любоначальствовать». Так вот эта вся сокрытая змея, дочка гордости, она присутствует в человеке, нужно же когда-нибудь заняться собой, не все же заниматься только зубами, волосами, ногтями и кожей, надо когда-то и душой заняться. Если есть у вас такое, то имейте в виду, что молитва святого Ефрема предполагает прошение к Богу о том, чтобы он забрал от нас этот дух властвования. Еще интересная вещь, если человек ругает власти, ругает неистово, ругает горячо, скорее всего он одержим желанием властвовать, просто завидует. Когда человек страшно ругает богатых, ах, какие бессовестные, ах, сколько денег тратит, это точно сребролюбец. Это сребролюбие в нем говорит, не желание справедливости, а сребролюбие. Поэтому ругающий власти неистово, с пеной, с транспарантом, хочет тоже покомандовать, он любит просто властвовать. Имейте это в виду, пригодится. Ну что ж, простимся постом приятным, мир вам за работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова